Девушки отдыхают История Трактор Бойс, Лэти и Гарпастл Первыми в борьбу друг с другом и с погодными условиями предстояло вступить к командам Меган Фокс и Хостел Юнайтед Однако первые не явились на свой матч и общажники имели полное право поупражняться в красноречии, а не в футбольном мастерстве Устали как могли, шли, так долго добирались и так вот получилось, что обломалось все К сожалению, команда соперника не пришла и мы огорчились, так как настраивались на игру Вот, недовольны Если Хостел Юнайтед, воспользовавшись и неявкой соперника, проводил тренировку под солнцем то их соперники по дивизиону Зайчата и ДНК появились на поле под аккомпанемент дождя причем появились с небольшим опозданием из-за того, что ждали шестого игрока ДНК А ведь совсем недавние в их команде возникали конфликты из-за количества игрового времени, которое получали запасные Если говорить о матче, то он больше был похож на ватерпольный, нежели на футбольный за что стоит сказать спасибо переменной петербургской погоде и неплохой реализации моментов Зайчатами Как бы то ни было, дубль Аграновского и голы Белькина и Волкова позволили млекопитающим после первого тайма вести за счетом 4-0 Но в первую очередь они отмечали не свою игру, а помощь высших сил Игра просто потрясающая Первый раз играем в дождь Вообще, за всей жизни как бы просто идеальные мячи залетают Пацаны просто творят феерические вещи, да По-моему, у нас самый красивый мячи за спидлигу вот именно сегодня в дождь Это он помог? Это он помог, это все боженька по славнам Такие голы, серьезно Так что, спасибо, удачи во втором тайме Во втором тайме ничего не изменилось И Зайчата методично продолжали добивать ДНК Нагорный, Тимофеев и Трожин Забили по разу Арсений Зимин, лучший игрок матча, сделал дубль Вся встреча прошла под дождем И в этой связи нельзя не отметить преданность болельщика Зайчат Который весь матч провел на ногах У вас сейчас с ними играем, пирогут Играете с ними? Да Во дворе или где-то? Во дворе И как вам вообще уровень стульлиги команды? Нормально Сегодня у них довольно серьезный соперник 8-0, сильная победа Но я знал, что не выиграют А прошлый матч был непростой Все-таки проиграли? Ну я не был Из-за того, что вас не было? Не знаю, я не талисман их не Не талисман? Нет, поэтому А вообще, как думаете, перспективы у них в студлиге есть? Пробиваться в высшей лиге? Есть То есть, в принципе, могут? Могут Хорошо, спасибо А как вот дождь сегодня, не очень приятно? Ну, конечно Погода не для игры в футбол После матча игроки Зайчат не скупились на иронии Я считаю, что мы победили Ведь победили сегодня Это чистое везение Чистое везение Только благодаря дождю Как сказал у нас капитан Я тоже так считаю, на самом деле Это что вы действительно не подготовлены Соперник был очень сильный Давил нас Было куча моментов Но благодаря дождю Во многом отскочили Ну, независимо от счета Если бы не дождь, мне кажется, было более упорно Ну, я, в принципе, мало умею разговаривать на камеру Спасибо А вот игрок ДНК Дмитрий Семенюк Это в самую иронию деликатно обходил Ваши соперники сказали, что победитель благодаря дождю Что они сегодня отскочили Именно благодаря погоде Согласен с ними? Возможно Но им лучше, не знаю Им беднее, почему они отскочили Команда давно знакома, на самом деле Вот эта вот команда из моей школы Вот, поэтому они хороши Они заслужили победу И мы старались Спасибо, спасибо В следующем матче дождя уже не было Но его последствия, мокрое поле, оставалось Явным фаворитом матча считалась Виктория А дубль Хайка Хачатряна Еще больше убедил, собравшись в том Что вопрос о результате матча не стоит Однако трактор в бой С был с этим не согласен И Иван Малюков Еще в первом тайме Открытал один мяч Во второй половине Чаще атаковали экономисты из СППГУ Однако фенековцы крайне опасно контратаковали Одна из таких контратак Привела к голу в исполнении Андрея Федорова После этого пошла крайне открытая игра В которой каждый из коллективов мог добиться успеха Удача улыбнулась Виктории Победный мяч на 40-й минуте Забил Гамлет Кыркичан В шатких характерах последних минут Отмечал и капитан универсантов Сосунь Погасян Просто все хотели победить Вот Сила воли может Но ничего особенного Просто мы так же могли ошибиться А не забить Это повезло нам А Андрей Федоров рассказал Откуда его команда берется мотивация Несмотря на то, что турнирных перспектив у его команды Практически нет Да мы ездим играть ради удовольствия Главное просто играть И главное в каждом матче побеждать Не важно, что турнир Может и закончился Но главное играть и выиграть В заключительном матче на Каховского Гарпастум встречался с Лати Юнайтед В первом тайме обе команды играли очень аккуратно Боясь ошибиться За весь тайм коллективы создали всего два момента Гарпастум выручил вратарь А Лати спасла Переклазина Во втором тайме зрители наконец-то увидели голы Лати забили три В счет открыл Андрей Гугленко Дубль на счету Ловислава Лубкова Философы из СПБГУ ответили попаданием Хусея Байрамукова Который не уходит без гола уже в четвертом матче подряд Нападающий Гарпастума Никита Емельянов Который в этом матче успешно перемирил перчатки И занял место в воротах Рассказал о причинах поражения И подготовке своей команды к следующим матчам Конечно мы могли забить больше Но звезды не сложились Дождь пошел Мяч был мокрый Вот все помешало нам Вы считаете, что помешали победить вам именно погодные условия? Конечно Так мы выиграли У нас каждый матч какой-то причины находим Понятно И как вы будете настраиваться на следующие игры? Будете ли вы собираться тренироваться или придумывать новое оправдание? Не, ну конечно мы гороскопы посмотрим Но постараемся выбрать, наверное Игрок Лати Антон Вазарцев отмечал непростой характер встречи Ну матч выдался тяжелым Потому что как бы сегодня прошел дождь, поле скользкое Моменты были Как бы просто их вратарь очень хорошо выручил Вот, а так в целом матч выдался хороший Второй тайм мы все-таки додавили И выиграли Игрок Талисман Гарпастума Михаил Третьяков Для которого матч против Лати стал дебютом в этом сезоне Рассказал Сыграет ли еще Мы еще увидим вас в следующих матчах за Гарпастум Я если честно не знаю сколько там осталось матчей в Гарпастум У меня 16 числа гос А потом защита диплома Поэтому я не знаю увидите ли вы меня в матчах за Гарпастум Но вообще я говно игрок Совсем скоро всех нас ждет грандиозный праздник футбола 31 мая определятся победители кубков и либ А вечером состоится футбольная супер вечеринка Вы все приглашены Константин Вилюков Леонид Ромащенко Анна Бабчук Специально для студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга